Для Рустама Ибнеева черным днем стало 7 декабря, когда деловые партнеры стали звонить в офис и задавать вопросы, почему его компания перестала платить по счетам. Мы уже поняли, с банком что-то не то. Я как бы в оперативном порядке поехал в банк, там меня успокаивали, все нормально, деньги уходят. Но на самом деле ни один платеж 7 декабря не уходил. То есть нас поставили на колени, это именно было 7 декабря, у нас все встало, у нас даже не было средств на покупку ГСМ, запчастей и всего остального. Все средства компании Рустама Ибнеева держала на счетах Татфонбанка. Перед Новым годом 40 сотрудников в итоге остались без зарплаты премиальных. Рухнули надежды на приобретение новой дорогостоящей техники, на которую предприятие копило 4 года. Сделка должна была состояться в январе. Чтобы не потерять свой бизнес, который Рустам строил 15 лет, он решил воспользоваться программой микрозайма, разработанной для предпринимателей клиентов трех рухнувших банков. Под 5% на 3 года Ибнеев взял 3 миллиона рублей. Это максимальная сумма займа. Все так быстро получилось. Нам микрозайм выдали в течение недели. То есть мы закрыли зарплатную часть, соответственно наши материальные нужды тоже были с этого микрозайма все проведены. Очень помогло оперативно. В Татарстане микрозаймов уже выдана общая сумма около 500 миллионов рублей. Средняя сумма займов 1 миллион 300 тысяч рублей. За финансовую помощь уже обратились около 40 сельхозпроизводителей. Кроме того, в Татарстане предпринимателям, ставшими клиентами рухнувших банков, поучаствовать и в льготной лизинговой программе с общим бюджетом в 580 миллионов рублей. Предпринимателям предоставляется возможность на льготных условиях с компенсацией первоначальной части платежей с участием государства все-таки развить свой бизнес дальше, пополнить оборотные средства. Можно тоже, потому что это вторая часть, возвратный лизинг. Руслан Абнеев планирует воспользоваться и этим предложением. Программа стандартного лизинга дает ему возможность без первоначального взноса закупить оборудование на 10 миллионов рублей. По возвратному лизингу государство компенсирует все проценты, но не больше той суммы, что сгорело на счетах рухнувших банков. Елена Горбунчикова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.